Приветствую вас, Екатерина, давайте разберем ваш вопрос. Ну, собственно, вот, не спрашивайте, как это все пережить и принять. Я бы начал с того, чтобы все пересмотрел вашу позицию относительно всей этой ситуации. Дальше, позиция, которая мне в целом показалась крайне жертвенной. То есть, эта позиция, она, грубо говоря, довольно сильно на вас влияет. Эта позиция довольно сильно вас характеризует. Итак, вы пишите, меня бросил парень через год отношений. Ну, здесь сразу, я полагаю, очевидно бросается в глаза то, что вы чувствуете себя брошенным. Если вы чувствуете себя брошенным, то ощущение это, к сожалению, родом из детства. И, на мой взгляд, смотреть нужно именно в сторону того, как конкретно вы чувствуете себя брошенным. И с чем это связано. Потому что брошенность, то есть, ненужность, это про, ну, такое вот восприятие себя. Восприятие себя самой. Приятнее. Конечно, восприятие себя, да, не самое приятное, мягко говоря. Вот. Но, тем не менее, это вот такая, скажем так, более чем реальная история. То есть, это то, как вы, вы, по сути, воспринимаете эту ситуацию. Это то, по сути, как вы воспринимаете, вот то, что молодой человек решил, там, к примеру, ну, с вами больше не быть. Вот. Кстати говоря, он, ну, как мне видится, в общем и целом-то находится в своем праве. То есть, он вполне праве с вами в отношениях не быть, если он этого, например, не хочет. Вот. А вы, вы, такое ощущение, да, что пытаетесь его заставить что-то. Вот. Хотела, эта экспозиция, ну, мягко говоря, ни к чему не приведет. Вот. То есть, тут, конечно, как-то вот я бы обратил, наверное, ваше внимание больше на то, чего именно вы хотите в этой ситуации. Ну, в этой ситуации, чего именно вы хотите. Дальше. Сказал больше не любит. Ну, вполне может быть. Опять же, вопрос здесь заключается в том, как вы восприняли то, что он вам это сказал, что он вас больше не любит. Вот именно вы как восприняли этот момент. Не то, как он это сказал и что, это понятно. А именно, как вы к этому отнеслись. Это важно. Очень важно. Знаете, очень важно, чтобы вы, вот, ну, постарались выделить, как вы восприняли этот момент. Вот. Что человек, вот, вас больше не любит. И, как вы пришли, а, например, опять же, к тому, что, если не любит, значит, вы брошен. То есть, где тут, собственно, собственно, связь и в чем она эта связь проявляет. Это важно. Дальше. Сказал после того, как я уехал в родной городе, у меня мама попала в реанимацию и я за ней ухаживал. Ну, видимо, молодой человек достаточно неведом в себе, да, получается, раз прореагировал так, на то, что вы уехали помогать своей маме. Вот. Это с одной стороны. Вот. С другой стороны, ну, это как-то, вот, демонстрирует, на мой взгляд, характер ваших отношений. То есть, ваши отношения в данном, вот, конкретном случае вполне могут быть построены не на эмпатии, не на духовной, эмоциональной и личностной связи, а на каких-то других ценностях, которые, собственно говоря, и предполагают. Вот, что важно, да, что важно. Предполагают наличие такого его отношения к вам. То есть, это вот, можно сказать, вполне себе, естественно, естественно, вполне себе позиция, да, человека. Ну, зависимость от того, в какой контекст имеют ваши отношения. В зависимости от того, как ваши отношения развиваются и что ваши отношения, опять же, из себя представляют. Это важно. Дальше. Вот я вернулась, он сказал, что все кончено и что я ему больше не нужна. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, на мой взгляд, ключевым моментом здесь является именно то, что вы больше молодому человеку вы ему не нужны. То есть, есть у меня такое ощущение, что именно на это вы отреагировали вот так, негативно достаточно. Вот. То есть, мне кажется, что в этом одна из ключевых проблем, что именно вы почувствовали себя ненужным. То есть, вы, может быть, скорее всего, вы сомневаетесь в своей, как раз таки, нужности глобальной. Ну, может быть, конечно, это и не так. Но, вот, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы пишете, ну, выглядит все, вот, примерно, в таком ключевых ключевых, к сожалению, к сожалению, да? Ну, вот. Итак, значит, как, опять же, вы восприняли то, что он сказал вам о ненужности? Вот. Это тоже очень, очень важная история. Это тоже очень такой важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. свое самое пристальное, я бы сказал, внимание. Дальше идем. При этом я весь год ждала и предлагала съезжаться вместо. Ну, вот здесь, здесь речь идет, скорее, о том, чего хотите. Лично вы, здесь речь идет о том, что нужно. Лично вам. Здесь речь идет о том, в чем вы нуждаете. Здесь речь идет о том, чего вы хотите. Вот. Здесь речь идет о том, для чего именно вы сами ждали, как вы говорите, ну, вот, молодого человека и предлагали съехаться. То есть это выглядит все так, что, опять же, нужно это вам. Нужно это нужно вам. Выглядит так, что это нужно вам. Что хотите этого вы. Вот. Что нацелены вы здесь на решение своих проблем. Это неплохо. Это даже хорошо, что вы решаете свои проблемы. Но важно, чтобы они решались не через другого человека. В противном случае вы, вот, собственно, будете чувствовать себя, ну, вот, в такой зависимости от него. Так же, как вы чувствуете себя сейчас. Так же, как вы ощущаете себя, ну, вот, на, получается, данный момент, на данный время. Вот. То есть, здесь ключевой момент заключается в том, чтобы отделить то, что вы хотите для себя, от того, что вы хотите для себя. для своего молодого человека. Чтобы не было таких вот, перекрестных историй. когда, вроде бы, вы делаете что-то по любви, да, ну, в смысле, в смысле, что вы, там, ну, делаете то, что вы делаете из-за любви, например. А, на самом деле, вы это делаете по немножко другой причине, потому что, к примеру, ну, к примеру, не в полной мере, не в полной степени вы удовлетворены сами по жизни. Например, если вы выбираете переезжать в город, где вы одна с человеком, да, то есть, к человеку, и переезжаете вы только ради него, то это, вот, как раз таки, и есть свидетельство того, что, что молодой человек, человек для вас настолько, настолько он вам важен, что вы готовы, вот, ради него, эм, значит, приехать в незнакомый город, где у вас, по сути, ничего и никого нет. А, главный человек получает возможность таким образом, ну, как-то, вот, вами в том числе и манипулировать. Вот. И важно понимать, как такая ситуация стала возможной. Дальше. Чувства у меня не прошли. А какие это чувства? Как это все предпринять и пережить? Ну, надо посмотреть, что именно вам мешает предпринять и пережить это. Обиды, вероятно, какие-то, вероятно, страх, вероятно, что-то еще. Не могу спать, вот только прилетело, он так сказал, и спать не могу, и делать ничего. Помогите, я просто здесь вообще одно. Ну, опять же, это ваша вот жертвенная позиция, вы можете почитать про треугольник Карпана в интернете, но для получения общего представления о том, что происходит, и дальше уже можно будет говорить о помощи и о выведении вас из этого состояния. Состояние крайне, крайне негативное, если я с вами согласен, ну и помощь вам нужна тоже. Нет истерии, как это принять, да, потому что принять вы это не можете, пока вы это отрицаете. Отрицаете вы это, опять же, отрицаете вы это не просто так, отрицаете вы это по вполне себе, ну вполне себе резонным, весомым для вас причинам. Так какие только причины, нужно посмотреть их, разобрать. Именно эти причины делают вас еще раз повторюсь, более зависимым от человека. Вероятно это детские страхи, вероятно это детские ощущения, детские переживания, а вероятно это что-то другое. У меня есть также чувство, чувство такое, что вы как будто хотите, чтобы, ну мы вас пожелели, пожелели. Психологи не будут, если мы, конечно, говорим о профессионалах. Жалость вам ничем не поможет, поможет работа, поможет психотерапия, но нельзя. Поэтому вы постарайтесь для себя определить то, что именно вам нужно. Постарайтесь для себя определить, чего вы хотите, какая именно помощь вам нужна. Если вам нужна действительно помощь, психотерапия, то мы вам безусловно поможем. Если вам нужна просто шаус, то я боюсь, что нет. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Продолжение следует... Продолжение следует...